Здравствуйте, уважаемые! 29-е или уже 30-е? Июня, 24-й год. Едем просто, просто едем. Кто-то... Я когда видео... Где-то недели две назад было видео, что я там говорю, что надо за всё платить, ды-ды-ды. Ну, то есть там какие-то или дома показывала, или что. Но я объясняла, что и дороги, и проживание на этой улице... Не проживание, а обслуживание этой улицы включается в плату. Надо всё это платить и покрывать, всё за ваши деньги и так далее. Ну, чтобы не обольщались, что ой, кустики подстрижены, как хорошо. Будем здесь жить. Но это имеется в виду, что кустики будут подстрижены на этой улице за вас в счёт. Да? Там, где вы живёте. А кто-то написал, Елена, а покажите страну, где не надо за что платить. Мы, говорит, туда поедем. Это правда, люди. Ну, я просто предупреждаю, что если сейчас бы... Ну, на то, что вот я всё знаю за эти все долгие годы, да, здесь... На, всё. Я не знаю и части, но я имею в виду многое уже вроде бы как. Знаю, малую часть, скажу. Вона говорила, многое, малое. Ну, не важно. Короче говоря, ну, знаю уже больше, чем те, кто только приезжает. Если бы сейчас бы сказали, что вот сама бы ты бы поехала бы... Ну, то есть, ну, как тогда я была, да, когда тогда едешь без языка, без ничего. Ну, то есть, ещё бы раз бы вот это совершила, только сама, не замуж, значит, сюда, а сама. Ну, сама, как люди приезжают, да, каким-то там... Потом там и студенческая виза раньше, да и сейчас она есть, и туристическая как-то остается, всё такое. А, знаете, наверное, нет. Наверное, нет. Сама бы нет. Ну, просто, что преодолевать эти все трудности, эти поиска, поиск работы, работать, языка нет, надо учиться параллельно, это просто... Это просто очень тяжело и зло, поехала, пересекать эти самые, которые нельзя пересекать. Наверное, нет. Сама. Всё-таки, когда едешь за кем-то, за кого-то прячешься, ну, так же, как и родители к детям едут и так далее. С родителями вообще мало что получается, я вам рассказывала, что они начинают здесь скучать. Смотря какие, конечно, родители, смотрю, в какую семью они приезжают. Если семья полна детей, надо дочке помогать, и мама приезжает вся, значит, в работе там, то она, конечно, рада ей помочь и пожить там. И они рады, что они вдвоём, что как-то это всё разгрузится с детьми или с какими-то там хозяйственными делами здесь, да. Это одно. Ну, а так вот, если едут просто старики к взрослым детям, просто как вот в Америку, то у них бывает, что не получается, бывает, что они просто уезжают назад, потому что им скучно. Они машину многие не водят, а если водят, то не знают, куда и как ехать. И боятся по-другому всё здесь, да, и так далее. Вот, и многие уезжают назад. Я вам рассказывала тогда, что я уже повторяю, по-моему, несколько раз, как у моей знакомой. Как у моей знакомой был этот, рассказывала она, что говорит, ой, моей, говорит, подружке, родители. Не родители, а отец, отец остался, значит, один, но наш его сюда, и это самое, приволокла в Америку. И он, говорит, это, ну что, говорит, вначале, говорит, было там месяца два, пока обживался, пока смотрел, пока возилишь, его показывали, всё это, это, всё нормально. Потом, говорит, он, говорит, уже так хотел выходить куда-то, к людям, и сам, значит, что-то, ну как, то есть, продолжать свою жизнь, которую он там имел в своей стране, да, в России, из Украины, где он там. Ой, самолёт, как низко. Ой, видели, как низко самолёт был, видите? Трамп. О, Трамп, аж свои самолёты, и у него написано, Трамп на самолёте. Ну ладно, значит, у нас самолёта нет с Ханькой, да, Ханька? We don't have aeroplane, no, honey, no, we don't have. We have three. Ну, он, говорит, у нас три. Так это, что-то хотел сказать. Yeah, listen, he put, yeah, я смотрю, трог, он, он этот, he lift up, he lift up this truck, right? This is natural. No, listen, he lift up. It is not after factory, I mean, manufacturers that do that, right? Right, themselves. They get in the bag. Ой, он торчит свою, не могу спросить. Мне кажется, это поднимают шасси, это самое, там, красное, мальчики. Трок этот самый, с поднятыми. То есть, переделанное, что имею в виду? А вот, под два колеса. Special order? Да, есть, special order. Специальный заказ, этот, под два колеса, видите, там и там. You can do that, can you? Special order. А, так здесь аэропорт, Хань, it is aeroplane from this airport. Вот аэропорт. No, Хань, I thought it was some Mexicans, just having fun. Or some Cubans. Yeah, аэропорт это. А, да, вон еще один пошел самолет. Да-да-да, на взлет. Да, так он этот дядечка, этот пожилой дедушка, брал сумку, вот. Брал сумку и шел, и шел, и шел в магазин, просто шел в магазин. То есть, выходил из дома, все есть дома, но он хотел продолжать жизнь, какую он имел в своей стране. Это, брал, говорит, сумку, хотя у нас с сумками не ходят, у нас же пакуются все пакеты, за исключением очень малых магазинов. Ну, вот такой, как Aldi, например, да, там пакеты или покупаешь, или там со своим идешь, или там коробки, там коробки пустые есть, туда складываешь. Ну, еще есть, меби, Костка, там огромный магазин, но там это, но это не значит, ну, неважно. Короче говоря, у нас в основном все пакуется в пакетах, у нас с сумкой так вот, ну, магазин у нас сумку не, вообще у нас вот эти сумки не берут их в магазин. Ну, вот эти тканевые, пластиковые, любые, которые вот есть в наших странах, да, что у женщины всегда в своей сумочке какой-то пакетик, сумочка, да, что-то купила, вот, надо положить. Нет, вот здесь же все пакуются, ну, такого нет. А он, говорит, брал авоську, я про, ну, авоську можно так сказать, эти сумки назвать, да. А он, говорит, брал, говорит, авоську и шел, просто шел. А я, говорит, ему говорю, куда же ты идешь? Оно же здесь у нас, ни тротуара нет в Америке, ничего, ну, то есть, они есть тут, ну, сто раз я вам говорила, это где-то там в Таутане, туда-сюда. А тут вот, ну, тут просто какой-то промышленный район, мастерские какие-то. А так, если дома вот с этой стороны, то, ну, как-то вот, ну, иди ты по обочине дороги, ты будешь мешать водителям, кто-то тебя может сбить даже. А вот, ну, нежелательно, нельзя. Вот так вот будешь здесь лазить, полиция будет ехать, скажет, сэр, какого чурта вы здесь, значит, шляетесь, а здесь вот даже нет прохода. Ты же провоцируешь водителей на, на, ну, могут тебя сбить машины, да. Вот, а, то есть, другими словами, нас пешком не ходят, да. А он говорит, нет, вот я хочу, и он, говорит, шел просто до магазина, но старался добраться, а это же далеко, это же он пока он дойдет там, я там знаю, километра три чешет пять, и сколько он там пройдет, это же все это, тут расстояния такие, все же на машинах. Вот, и вот там, значит, он что-то купил, не купил, и шел назад, ну, то есть, ему было страшно скучно. И, в конечном итоге, он уехал. Ну, то есть, нет же ни друзей, никого, но где-то есть там какие-то русские, да, вот на расстоянии двадцати, русскоязычные, я говорю, двадцати, но это же не значит, что они будут твоими друзьями, во-первых, во-третьих, все они заняты, в четвертых из разных стран люди, и, ну, как у вас, вы же выбираете себе круг знакомых, так у вас есть из чего выбрать. Вы переберете тысячу человек, пока в течение там трех лет, например, если даже в другой город приехал, в своей стране, да, перебрал, перебрал, ну, как перебрал, на работе встретились там соседи, какие-то друзья, друзья и так далее, и в конечном итоге ты все вот на таком-то там остановился, созвонились, и как-то вы сошлись, сговорились, болтались, и стали, значит, друзьями, ага, ну, давай, дед, встретимся, может, какую-то там рюмку выпьем, да, когда-то на праздник или без праздника. Просто и все. А здесь это практически невозможно. И вот он как-то так заскучал и сказал, я хочу домой. И он, говорит, был уже больной, ну, то есть, она же его привезла, типа, ухаживать за ним, да, типа, лечить его, а он из дома рвался, что ему этот порядок не подходил совсем в жизни. Они здесь вырастают в машинах и ездят друг, то есть, они здесь без машины делать нечего. Но здесь даже он, приехавший, ну, что он будет делать? Это хорошо, если он куда-то поселится там, я там знаю, в Америке, в этом, в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, это да. Вот, там все русские, там вышел, можно кого-то там деда найти, с ним поговорить, на лавку сесть, да. Но это единственное место. Все, больше таких мест нет. Ха-ха-ха, единственное место, там в этой Брайтон-Бичи, как кот наплакал. Ой. Ну, как с размером, я там знаю, ну, пара кварталов большого города. Ну, может, немножко больше, но четыре квартала большого города Брайтон-Бичи. Вот. А, еще кто-то написал, я про комментарии сейчас, да, кто-то написал. Вот, смотрите, этот, он там, этот, какой-то венок, ну, этот, кто-то погиб на этом повороте. Цветы, какой-то венок, там, искусственные цветы. Мы по какому-то лесу, хали, форест, форест, nothing to show, хали, а?